Они учат детей макшанскому и ирзянскому языкам и прививают любовь к традициям и культуре родного края. О своем профессионализме участники конкурса готовы заявить на всю республику. Из 16 педагогов за очный этап конкурса преодолели всего 5. В очный этап прошли три учителя макшанского языка и два ирзянского. Из Саранска, а также Торбеевского, Лямберского, Чамзинского и Тенгушевского районов республики. Макшанский язык, он для меня родной, и я хотела научить и других детей, как учили меня, мои родители, любить традиции, обычаи своего народа. Заключительный этап конкурса участники начали с презентации. Они рассказали о себе, о работе в школе и особенностях национального костюма. Ольга Акашева, учитель с 17-летним стажем, с детства говорит на шакшанском языке, но ее всегда привлекала мелодичность макшанского языка. И теперь ему она обучает детей в родном Торбеевском районе. Я работаю в русскоязычной школе, поэтому уроки у нас проходят на двух языках. Мы объясняем тему урока сначала на макшанском языке, потом идет дословный перевод на русском языке, потому что в классе дети русской, мордовской, татарской и других национальностей. Это делается для того, чтобы было понятно всем. Лучшего учителя мордовского, макшанского и ерзианского языка в Мордовии выбирают ежегодно. Конкурс дает участникам возможность показать себя и обменяться ценным опытом. Это демонстрация тех новых методических приемов, технологий в преподавании макшанского и ерзианского языков. И, конечно же, пропаганда языка и сохранение. Если наши дети будут изучать макшанские и ерзианские языки, соответственно, мы сохраним эти языки, и они будут передаваться из поколения в поколение. Последний этап конкурса позади. Впереди объявление победителя и награждение финалистов. Это произойдет 15 апреля, накануне Всероссийского дня мордовских языков. Лучший участник представит республику на Всероссийском мастер-классе учителей родного, в том числе русского языка, который пройдет в Москве. Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости.